Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня у нас с вами урок PostML Как изменить цвет текста. Давайте посмотрим, как это легко и просто сделать. Переключимся на рабочий стол. Создадим новую папку. Правой кнопкой создать папку. Пишем сайт на английском 1. Заходим внутрь. И создадим с вами наш документ. Правой кнопкой создать текстовый документ. page1.html Расширение html нужно установить для того, чтобы браузеры сразу могли открывать этот файл у себя в обозревателе. Нажимаем на этом файле правой кнопкой мыши. И берем пункт Open with Brackets. Brackets это такой редактор html страниц, который позволяет вам легко и просто редактировать ваш код. Подсвечивая его, используя плагины, вы сможете там достраивать теги. Например, вот этот плагин Emmet позволяет построить минимальную структуру документа всего двумя нажатиями. Нажимаем социальный знак, нажимаем табуляцию. И у нас с вами построилась минимальная структура html документа. Tag.html, tag.head, tag.body. В тайтле давайте напишем с вами такой заголовок, как цвет текста. Хорошо. Сохраним файлик. Теперь, давайте покажу вам, как это можно сделать. Создадим какой-нибудь бочный элемент, div, табуляция. И внутри напишем текст 1. И давайте мы его несколько раз копируем. Вот он скопировался, вставился. Сохраним. И давайте сделаем теперь с вами абзац, p, табуляция. И здесь напишем привет мир, привет мир. И тоже несколько раз скопируем, чтобы у нас было побольше текста. Хорошо. И в заключение добавим заголовок с вами. В начале h1, h1, табуляция, пишем заголовок, меняем цвет. Сохраняем. Итак, мы с вами сделали заголовок, сделали бочный элемент и сделали абзац. Теперь мы хотим поменять цвет текста в этих элементах. Сразу хочу забежать вперед и сказать, что вот эти элементы, вот эти теги div и p, это бочные элементы, которые имеют автоматический перенос строки. И если вы хотите, например, поменять цвет только кусочка текста в этом большом тексте, да, в этом блоке, либо в этом блоке, то нужно использовать тег span. Напишем его, например, давайте здесь, span, так, на английском. И нажмем табуляцию после него. И скопируем туда, перенесем, точнее, давайте, часть текста в этот тег. И то же самое сделаем здесь, в div. Добавим тег span, табуляция. И перенесем туда часть текста. Например, вот этого. Хорошо. Перенесли. Сохранили. Ctrl-OS наш документ. Возвращаемся в проводник к нашему файлу и запускаем его двойным нажатием мышки. У нас открывается обозреватель Яндекс. Он показывает наш заголовок. Показывает наш блок div. Первый, да. И второй абзац p. Так, лишний закроем. Теперь смотрите. Ну, конечно, обратите внимание на вот эту закладку, которая теперь имеет название цвет текста. Если мы хотим поменять цвет текста в HTML, да, то мы можем добавить такой стиль, как cover. Нажимаем правой кнопкой на заголовке. Берем исследовать элемент. H1 подсветился. Вот сюда в элемент style пишем cover, цвет, enter и red, например. Наш заголовок стал красным. Это применилось ко всему заголовку. От начала тега, да, до его окончания. То есть все, что внутри, окрасилось в такой цвет. Давайте сделаем то же самое с div. Выбираем div с правой стороны в дебагере и пишем color, цвет, например, blue. Весь текст стал синим. Но мы помним, что мы специально в этом div разместили тег span, который позволяет применять силе к строчным объектам. Ну, то есть к объектам, которые не имеют потом перевода каретки на новую строку. Вот он, наш тег span. И давайте для конкретно этого куска текста установим цвет, например, black, черный. Да, смотрите. У нас цвет текста синий, а внутри цвет текста черный. То же самое можем сделать с элементом p, с абзацем, да. То есть давайте вот здесь ему назначим с вами color, цвет, например, green, зеленый. А для тега span, который внутри находится, вот он, выделился, да. Назначим цвет color blue, например. Отлично. Сейчас мы с вами увидели, как просто мы с вами можем менять цвет текста в HTML. Теперь для того, чтобы это сохранилось у нас в коде, мы можем сделать, как всегда. Либо скопировать вот этот стиль. Видите, к тегу h1 приписался стиль. Прямо можно отсюда двойным щучком щелкнуть. Ctrl-A, Ctrl-C. Вернуться в наш код. И вставить после h1 через пробел то, что мы скопировали. То есть определили стиль для этого элемента, для этого тега h1. Cover при своем значении red, красный. Вот так вот можно в одну строчку написать. И у вас получается, что после обновления странички заголовок всегда будет красным. Хорошо. Давайте со следующим теперь элементом сделаем. Возьмем вот этот div. Наш бочный элемент. Здесь мы определили стиль синий. Ну, тут тоже можно так же скопировать этот стиль, вставить его, и он будет отображаться синим. Можно сделать чуть по-другому. Назначить ему класс, как вы помните. Класс равняется. И назвать там, например, bl, предположим. А сами силе определить теги head. Пишем style. Тобуляция. Класс у нас, как мы помним, обозначается через точку и название класса bl. И в фигурных скобочках вставляем то, что будет применяться к этому классу. В данном случае вот это. Color blue. Копируем. Возвращаемся сюда и вставляем. Теперь. Те теги, которые имеют вот этот класс bl, будут синие. То есть, весь текст в div станет синим. Для тега span давайте мы определим другой класс, на котором назовем с вами, так, какой мы сюда, black, да? Черный добавили. Ну, например, там b0 назовем его. И здесь же определим точка b0. И цвет скопируем отсюда черный, да? Хорошо. Скопировали. Теперь, смотрите, у нас весь div будет синим, blue. А вот этот кусок, отмеченный тегами span, будет черным. Хорошо. Для вот этого тега p давайте тоже определим класс. Точка, например, там b0. Фигурные скобки. И цвет, как мы помним, здесь стоял green. Давайте посмотрим. Копируем. Возвращаемся назад. Вставляем. Не забудем его сюда прописать, да? Класс равняется p0. А для тега span у нас с вами уже класс есть определенный, да? Вот он. Blue bl. Копируем. И вставляем. То есть, вот это будет синим. Вот это будет черным. За исключением вот этого, да? Ой, не черным, а зеленым. p0 green. Это будет синим, а вот это будет черным. Давайте проверим. Сохраним. Вернемся наш обозреватель. Вы помните, что здесь мы вносили изменения. Они все временные. Если нажмем f5, то они все сбросятся. Но так как мы сейчас это внесли в наш код, то они должны сохраниться. Нажимаем f5. Отлично. Смотрите, как у нас получилось теперь. Заголовок. Силь определен прям у тега h1. И он красного цвета. Div. Он синий через класс bl. Если мы на него нажмем, то подсвечивается вот этот класс. Видите? Здесь мы можем отключить это, либо поменять на любой другой цвет, который мы хотим. Светлее, темнее, либо вообще изменить полностью этот цвет. Дальше. Enter. Text span. Давайте все-таки не white возьмем, а все-таки какой-нибудь, чтобы он у нас выделялся. Вот такой возьмем. Яркий. Он даже не яркий. Все. Enter. Text span. Через класс b0 мы ему определили цвет черный. Да. И, кстати, смотрите, какой нюанс. Вы поменяли цвет класса bl. И он, так как определен еще и вот здесь, вот правой кнопкой следовать элемент, да, span класс bl. То есть здесь он тоже сразу поменялся. Это очень удобно использовать классы, когда вы хотите в едином стиле менять сразу на всех страницах ваше оформление. Абзац p имеет класс p0. И он установлен в цвет зеленый. Green. Хорошо. Сейчас вы увидели, как просто изменить цвет текста в HTML. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Присоединяйтесь к нашему сообществу программистов. Тем, кому классно и весело изучать IT. Вступайте в нашу группу в ВКонтакте. Смотрите наши новые видео. Не забудьте в YouTube нажать колокольчик и подписаться на канал. Задавайте вопросы, комментируйте, спрашивайте. Будет снимать новые видео, те, которые вам интересны. Спасибо.